Здравствуйте! В эфире АТВ гостиной. Снова сегодня мы вне нашей уютной студии. И снова у нас интереснейшая тема. Сегодня мы будем говорить об новинках, о тех новостях и тех актуальных событиях, которые происходили совсем недавно в нашем городе. Ведь совсем недавно, буквально вчера, завершилась большая международная научно-практическая конференция «Учение древа жизни. Знания и созидания вечной жизни». И сегодня мы будем говорить с самыми активными, пожалуй, участниками этой конференции. Итак, внимание, представляю гостей. За нашим столом Петров Аркадий Наумович, доктор философских наук, писатель и автор «Учение древа жизни». Здравствуйте! Здравствуйте! Также сегодня у нас Политаев Андрей Игоревич, доктор физико-математических наук и биофизик. Здравствуйте! Здравствуйте! И Золотарева Наталья Леонидовна, сертифицированный преподаватель «Учение древа жизни» и руководитель Ростовского центра «Жизни. Дар». Здравствуйте! Очень приятно вас всех видеть за нашим столом. И, конечно же, очень хочется узнать, как прошла конференция, какие итоги подведены. Конференция, на мой взгляд, прошла замечательно. Приехало очень много специалистов совершенно из разных стран. Это были специалисты из Германии, Швейцарии, Сербии, из Барселоны приехали люди, из Казахстана, из России было много специалистов. В общем, такой большой-большой интернационал собрался здесь. И это были действительно очень авторитетные ученые, многие из которых возглавляют определенные, так сказать, медицинские структуры, специализированные, и исследовательские центры. В связи с этим был очень серьезный разговор, обмен мнениями, достижениями. И итог всем понравилось. Действительно, вот я сегодня попала на часть вашей конференции, и очень позитивный такой настрой царил, ведь так? Да, конечно. Причем можно даже сказать, что этот позитивный настрой был приборно зарегистрирован, потому что вот сидячий Андрей Игоревич Политаев привез такой очень интересный прибор, который смог сделать определенные измерения. И они подтвердили, что вот эта атмосфера зала, она передавалась буквально каждому участнику, и прибор это подтвердил. Рассказывайте, Андрей Игоревич, что привезли? Произошла удивительная для меня ситуация, я никогда с такой не сталкивался. У меня действительно, я привез прибор, который осуществляет экспресс-анализ 47 физиологических функций человеческого организма. Обычно, если подвергаешь исследованию нескольких человек, то у них характеристики процессов, интенсивность, так сказать, благоприятность совсем разные. Тут я столкнулся с удивительным фактом, что 7 человек до полудня, обследованные мною, они имели совершенно одинаковое распределение, они имели нормальные все показатели. Такого в обычной ситуации я никогда не наблюдал. Я не говорю, не бывает, я никогда не наблюдал. На второй сессии после обеденной, когда я несколько, полтора десятка людей обследовал, я просто не пошел на заседание, меня заинтересовал этот факт. Я обнаружил, что опять, кто бы у меня не проходил тестирование, у всех наблюдается одинаковое распределение функций, то есть они все в одинаковом состоянии, но уже не просто нормальным, а немножко гиперактивным. Они были возбуждены, они были веселы, у всех глаза сияли и, по-моему, было ощущение счастья. То есть уровень счастья зашкаливал просто на ваших трибургах? Ну, уровень счастья был у всех однотипный, и он у всех был, не было никаких исключений. Это меня сильно удивило. Ну, здорово, такие очень положительные, все-таки научно доказанные, что очень важные результаты. Объективно зарегистрированные. Еще один вопрос. Вот конференция завершилась, 17-18 число позади, но мы знаем, что это не конец. Дальше будут проводиться и мастер-классы, и читаться ступени. Расскажите подробнее немножко. Ну, я проведу занятия по так называемым ступеням. Значит, они здесь уже не первый раз проходят в Одессе. И в дополнение к этому я привез еще новый курс «Светотворение человека», где начинаю рассказывать об определенных техниках светокоррекции здоровья, которые пробированы, которые зарегистрированы и имеют феноменальные результаты. В том числе, благодаря им происходит и излечение людей даже от очень тяжелых форм рака, что здесь, кстати, достигнуто и в Одессе, и в том числе запускаются процессы регенерации. Это очень важно, потому что что такое? Человеку отрезали орган, и вдруг он, благодаря определенным ментальным технологиям управления, оказывается снова на месте в организме, регистрируется любой медицинской стандартной диагностикой. Причем иногда на уровне тонких диагностик, когда не только рентген, УЗИ или, может быть, гормональный статус, который при восстановлении щитовидной железы. Это очень тонкий анализ, который однозначно подтверждает, или есть органы, или нет. Потому что если гормоны есть, значит, есть органы. То есть еще и новые будут такие векторы, которые можно будет тоже изучить? Да, все еще и новые векторы. Андрей Игоревич, вопрос теперь к вам. Как вы думаете, вы ученый, который проводит серьезные исследования касательно того самого чуда, как казалось бы нам, обычным людям, регенерации органов. Вот и в «Древе жизни» проводят эти манипуляции. Как вы это пропагандируете? Я хотел бы сразу сказать, что «Древе жизни» не специализируется на чуде. Она специализируется на отработках и обучении технологиям, которые позволяют сделать то, что другими методами не удается достичь. В частности, регенерации, то есть восстановление тех органов, которые были удалены в результате каких-то обстоятельств, ну, в частности, в результате хирургической операции. Я должен сказать, что 12 лет назад Аркадий Наумович был для меня первым объектом, которого я наблюдал, потому что он эту потенциальную возможность восстановления органов проверил на самом себе. Он себе восстановил, то есть вырастил желчный пузырь, удаленный хирургически. И скрупулезно каждые две недели ходил на ультразвуковые обследования и получал документы о том, как этот процесс происходил. Потом я стал свидетелем множества подобных явлений, когда восстанавливалась щитовидная железа, восстанавливалась селезенка. Я когда-то 6 лет назад даже написал такую статью «Шестилетний опыт наблюдения за неконтактной коррекцией здоровья». Там было перечислено достаточно много всего. Тогда же мы и проводили эксперименты в стенах Академии наук, когда бесконтактно были стимулированы клетки человека, это известные клетки HL60, HL латинская, которые были ментально стимулированы на ускоренное деление. И потом последующие несколько дней эта культура клеток проверялась на предмет, в какой скорости она будет действительно делиться. Да, произошло существенное достоверное ускорение деления этих клеток, клеточный цикл укоротился, в ячейках появилось множество клеток, и выглядели они интересно точно так же, как специалисты, которые работают по технологиям Древа Жизни, предсказывали. То есть до этого было какое-то… Ну, оно было, вот, как бы нормальное, скажем, время деления 28 часов, потом оно становится 16 часов, то есть за 32 часа получается вдвое больше клеток, чем за 28. Понимаете, это значимые результаты, они показывают, что методами ментального управления можно действительно управлять клеточным делением культуры клеток, которые вне организма. Здесь нельзя говорить, что вот психика человека повлияла, и что это все связано вот именно с психическим фактором. Здесь было прямое воздействие. Механизм этого воздействия пока не ясен. Но ничего страшного, у нас есть время изучить и разобраться с этим. Потому что, например, сейчас меня волнует вопрос о том, как можно стволовые клетки с помощью определенных воздействий, опять же, неконтактных, заставить делиться и получать из них ткани определенного типа, например, почечную ткань. Можно было бы пересадку почек как бы отодвинуть в резерв и заниматься выращиванием почек. Тем более, что методами, которые ментального управления, почки подвергались регенерации. Как это можно тиражировать? Как это можно? Каковы механизмы, запускающие эти процессы? Вот это то, что входит в сферу моих интересов сейчас. Очень, конечно, интересная деятельность. И главное, что это все деятельность научная. И вы делаете записи, и научно подтверждаете то, что действительно учение древа жизни работает. И вот есть такие прецеденты, когда действительно восстанавливаются органы и даже проходит рак, вы уже говорили, даже самых тяжелых степеней. Это зарегистрировано в разных странах. Везде одно и то же. Регистрация происходит. Факт признается. Как действительно не понимают, обсуждают в прессе, в журналах, газетах, на телевидении. Как не могут понять. А вот то, что это происходит, это регистрируется. Еще один вопрос очень хочется задать Наталье Леонидовне вам. Вот вы приехали из Ростова. Расскажите, вот как в Ростов пришло учение древа жизни, и что там произошло? Какие-то есть события с этим связаны? Учение древа жизни в Ростов пришло давно, еще в 2004 году. Мы встретились с Аркадем Наумовичем, и произошло мое первое соприкосновение с этими знаниями. А привела меня насущная проблема, помочь сыну, у которого была нарушена проблема с головным мозгом. И мне удалось помочь во время прохождения базового курса. И это меня настолько поразит, причем я сама это сделала. Базовый курс — это самое начало изучения? Это начальные знания, это азы, это азбука, которую нужно понять, изучить и идти дальше, окунаться в самоучение. И мне удалось это сделать на базовом курсе. Сейчас мой сын — студент третьего курса Ростовского университета, астрофизик. Так что меня это настолько поразило, что я встала на этот путь, этот путь духовный, это развитие, и, в общем-то, изучаю до сих пор. И три года назад пришло такое ощущение, что можно это передавать людям. И был организован центр, в котором люди обучаются, приходят к здоровью, к исцелению, к жизни без таблеток, ну, в общем, к счастью, к норме. К норме везде, в здоровье, в событиях жизни. Это люди, которые учатся управлять своей информацией. И очень важно, что ведь одной из целью вашего фонда, Аркадия Новымовича, является то, что вы не закрываете это знание, этот свет вот внутри своего маленького узкого круга людей, а стараетесь перенести его как можно большему количеству людей. Ну, я в свое время сам для себя сделал такое определение, что эти знания, которые действительно могут помочь каждому человеку, не могут быть, ну, каким-то образом мною, так сказать... Законсервированы, можно сказать. Законсервированы патентами там и всем прочим. Я считал, что каждый человек имеет право на то, чтобы быть счастливым и здоровым. Поэтому я открыто их и в своих книгах, и в своих технологиях передаю людям. И насколько я понимаю, что одной из главных позиций это является все-таки сломление этого материалистического взгляда и таких консервативных наших видений того, как мы должны себя лечить и как подходить к этому процессу. Да, конечно, это просто другой формат мышления. То есть надо выйти из того, чем у нас учили с детства, в детском саду, там, в школе, потом в институте, там, потом далее, у кого как получилось. Но от всего этого просто надо отказываться. А то, что открылось, это совершенно новое, как бы, миропонимание. Ну, Аркадий Нович, а как все-таки переломить? Вот мы привыкли, что заболел, что-то заболело, где-то потянуло, какой-то чувствуется дискомфорт. Очень просто. Ты идешь в поликлинику, врач дает тебе рекомендации. И, в принципе, с моей стороны, как с этой стороны пациента, да, никаких особых усилий не требуется. Я пью по расписанию таблетки и чувствую себя лучше. Ну, а у вас все-таки очень гораздо сложнее. Очень сомнительно, что, выпив таблетки, вы выздоровеете. Лучше вы можете себя на какое-то время почувствовать. Это действительно так. Кратковременная польза может быть от таблетки. И долговременный вред, потому что на 95% любая таблетка – это угроза организму. Есть такое анекдотическое немножко высказывание. Для того, чтобы лечиться, нужно иметь хороший запас здоровья и крепкую печень. Только тогда таблетки пойдут впрок. А чем вы заменяете таблетки? Ну, в общем-то, об этом обо всем и написано в книгах. Конечно, ментальное управление, новое мировоззрение и вера в самого себя. Потому что вообще главный, так сказать, вот вектор, по которому идет это учение – это привить человеку вера в самого себя. Не во врача, не в доброго там дядю или тетю, которая там по соседству где-то живет и может прийти и помочь, а именно в самого себя. То есть человек должен сам отвечать за свое здоровье? Да, он даже обязан. И чтобы он своими действиями, мыслями и словами не подрывал корни этого здоровья. Чтобы его образ жизни соответствовал тому потенциалу, который у него есть. Потому что мы, как правило, не используем потенциал нашей жизни и укорачиваем ее теми или иными известными нам способами. Я шел мимо ваших хиосков табачных, где стоят пачки сигарет, и на каждой написано, что это вред и что это убивает человека. И люди подходят и берут то, что их убивает, тот же засовывают в рот, курят и считают, что все нормально. Вот это образец такого подхода, такого мышления, когда люди, в общем-то, к себе относятся совершенно неправильно. Но благодаря вам у нас все-таки есть направление, тот правильный вектор движения, который, если вы все-таки решите сделать правильный поступок, то следуйте своим желаниям тому, что это верно, и это то, что, возможно, спасет вам жизни. Это Гостиная на ТВ. Не переключайтесь. Здравствуйте! Мы продолжаем эфир гостиной на телеканале АТВ в студии Татьяна Шлихтенко. И мы продолжаем обсуждать очень интересующую и актуальную тему. Совсем недавно, буквально на днях, 17 и 18 августа в Одессе, в нашем городе, проходила большая международная научно-практическая конференция учения древа жизни, знания и созидания вечной жизни. Сегодня мы подводим итоги. И в этом блоке будем говорить с настоящими профессионалами своего дела. Во-первых, они все сертифицированные преподаватели, а во-вторых, конечно же, еще и мастера в своем деле, непосредственно тут и врачи. И сегодня за этим столом тоже собрались интереснейшие гости. И также Атенов Бакен-Такенович, врач-нейрохирург, сертифицированный преподаватель учения древа жизни, действительно член Ассоциации психологов и врачей мира, Казахстан, город Алматы. Здравствуйте! Добрый вечер! Я приветствую одесситов и жителей всей Украины как представителей легендарного казахского народа и жителей города Алматы. Здравствуйте! Очень рады тоже видеть вас у нас в городе. Знаем, что вы впервые, так что потом еще подробненько расскажете, какие впечатления о городе. И так далее. Салдырбаева Райхан, сертифицированный преподаватель учения древа жизни. Тоже и вы из города Алматы и Казахстана. Здравствуйте! Здравствуйте! И наш одессит, очень приятно вас тоже видеть. Это Бернардский Сергей, врач-гомеопат, остеопат и санолог. Здравствуйте! И, конечно же, спешу задать вам первый вопрос. Только завершилась большая международная научно-практическая конференция и учение древа жизни, которое проходило в нашем городе, в городе Одессе. И какие впечатления? Я знаю, что настрой был очень позитивным, все таким приподнятым, очень праздничным настроением. Какие эмоции у вас? Очень положительные, можно так сказать, божественные впечатления, потому что готовилась. Я вот лично знала, решение для меня было принять, приехать сюда. Для меня было так, как мужественно, мудрым. Первый раз в Одессе, ехать далеко, я одна ехала. Потом получилось, что мы поедем вместе, вдвоем. Впечатления, конечно, ожидания встречи, радости встречи, потому что это духовная семья, это встреча с учителем, это встреча с единомышленниками, с людьми, с которыми ты говоришь на одном языке. Понимание, понимание не только на уровне, как говорится, сознания, ума, а на уровне сердца и души. И эта встреча очень оставила большое впечатление. На самом деле, еще больше воодушевления, еще больше уверенности в себе, больше любви, больше наполненности и знаешь, что ты на правильном пути и идешь дальше. Страмателиза, я хочу выразить благодарность организаторам конференции. Они все продумали от начала встречи до расположения гостиницы и до мелочей продумали каждые детали. И, конечно, встречи, обмен опытом у нас произошел. Мы многое узнали для себя, как оно применяется у вас, в вашей стране, в России и сами поделились своими опытами. Было очень интересно. А вам как конференция? Очень приятно было увидеть коллег-врачей. Много было. Несколько десятков было врачей. Были врачи из Германии, были врачи из Швейцарии, были врачи из России, Алма-Аты, с Украины со всех концов. Очень интересно было обменяться опытом применения учения, обменяться какими-то методиками, какими-то новыми направлениями в медицине и обменяться мнением, как в дальнейшем мы видим медицину, как ее можно развивать, как можно уйти от таблеток, как можно уйти от препаратов, как можно уйти вообще от слова болезнь. Все-таки необходимо больше акцент делать на здоровье, искать в людях здоровье, вытягивать наружу здоровье. И, по сути, каждый человек должен быть здоровым. Мы должны в будущем, такое было мнение наше, вот всех коллег-врачей, что слово болезнь должно быть забыто, вычеркнуто из лексигона через несколько десятков лет. Вообще, мы должны без этого слово обходиться и оно будет просто в памяти было когда-то такое состояние болезни. По всей видимости, это будет. Конференция именно это и показала, что мы идем верным путем и добьемся результатов. Удастся нам многое свершить. Будем надеяться, что как раз лет через 20 достанем из архивов нашу передачу и скажем, говорили и сделали, что очень важно. Хочется быстрее. И я знаю, что в врачебной практике все чаще профессионалы умудряются совмещать и непосредственную деятельность врачебную, которая входит в рамки принятой врачебной медицины и также учение древа жизни. Удается ли вам это? Вот вы два квалифицированных врача, которые сегодня у нас за нашим столом. Понимаете, мы когда-то тоже с очень осторожностью подходили именно к этим знаниям и изучали их буквально в смысле тайны, потому что наше окружение было агрессивно настроено. А сегодня наше окружение, коллеги, врачи, профессора, которые когда-то негативно относились к этим учениям, считали, что это колдовство, магия или несуществующие, сегодня они звонят и интересуются, где мы проводим эти семинары, они видят наши результаты, а результаты в различных областях, начиная с заболеваний детей и онкология. Особенно пример я привожу 11-летнего ребенка, который обратился ко мне после операции химии, трофии, у него была лимфосаркома. И этот ребенок буквально уже умирал после операции от той химии, которая была проведена. И при определенном настрое и работе ребенок в данный момент, сегодняшний день, ему 6 лет, живет и здравствует и развивается совершенно возрастом, у него развивается ясновидение и вот такие чудеса происходят сплошь и рядом. Происходит регенерация, происходит восстановление социальных, событийных уровней. Семью приходит через учение древой жизни счастье, радость, жизнь, здоровье. Расскажите, пожалуйста, Сергей, а вот как вы в своей практике соединяете медицину и учение? Как любой врач, конечно, вначале с опаской относишься к чему-то новому, начинаешь потихоньку внедрять, не сразу, это процесс проб, вначале на близких, на родственниках, потом начинаешь дальше подключать уже пациентов, причем не всех, а тех, которые вот тебе верят, потом, когда получаешь результат, уже приходят остальные люди, остальные пациенты, человеку очень тяжело отказаться от таблетки, отказаться от того образа мышления, что он болен, что нужно лекарства, что нужно идти в аптеку, отказаться вообще от препаратов, поэтому наряду не отменяем препараты. Приходит время, человек сам потихоньку отказывается, даже если через месяц он пил три таблетки в день переходят на одну в день, на одну через день, это уже результат, он перестает страдать, у него появляется радость жизни, меняется его образ мышления, меняется его образ жизни и начинает меняться, восстанавливаться здоровье человека. Нормируясь, восстанавливаясь здоровье, происходят изменения в семье, тоже в положительную сторону. Где-то какие-то события, которые не получались, где-то что-то в семье не клеилось, не складывалось, вдруг само начинает происходить, начинает меняться и человек не просто получает уровень какой-то новой здоровья, но он получает новый уровень событий, новый уровень жизни, то есть иначе начинает смотреть на жизнь, иначе начинает воспринимать свое состояние, может оно и остается тяжелым, но потихоньку человек сам начинает включаться в работу, просим по возможности, если удается уговорить и убедить, что нужно пойти на базовый курс, потому что нужно включать мышление, нужно самому работать над собой, потому что никто человеку ничего не сделает без его участия, он сам должен хотеть, он сам должен включаться, врач может дать только толкнуть, подтолкнуть, показать, куда идти, дать какой-то стартовый такой толчок, импульс, и человек дальше сам самостоятельно должен двигаться и помогать, то есть мы должны сначала осознать, если он не хочет, тогда приходится встречаться, просто если раньше встречались с пациентом раз в месяц, раз в два месяца, теперь раз в полгода, раз в год, раз в два года, через три года приходят, то есть нет сейчас необходимости в частых встречах, человеку достаточно какого-то заряда, он где-то все равно меняется, и потом, когда он уже опять нарабатывает какие-то негативными своими мыслями, действиями, образом жизни, какое-то состояние, он приходит, мы опять потихонечку восстанавливаем это все. Здорово, на самом деле такая отличная и положительная информация, что в Одессе древо жизни, оно активное движение, что очень много людей присоединяется и достигаете действительно подтвержденный результат. Очень хотелось бы узнать, а как в Казахстане обстоят дела, как учение древа жизни пришло к вам и чего вы достигли? Понимаете, мой коллега был прав, что мы не всегда отвергаем официальную медицину, и часто мы работаем параллельно с ними, но люди, которые проходят базовый курс или какие-то имеют информацию о учении древа жизни, у них намного порядка и быстрее идут скорости выздоровления. В любом случае идет выздоровление, а иногда даже отмечаются случаи, когда их сознание подсказывает нам новые виды терапии, новые виды технологий. мы сами удивляемся, оказывается, человеческий организм рождается уже с этим, просто надо пробудить эти качества, пробудить человеческое, человеке бога качество, приблизить его, и тогда уже то, что задумано, оно может уже совершаться, не делая каких-то посыл, не делая какие-то технологии. Вот в этом направлении люди иногда неосведомленные, не понимающие медицине, но верующие или допускающие, что это возможно, у них идут прекрасные результаты, и чудо происходит у того человека, который верит в него, а тот, кто сопротивляется, тот, кто не верит, конечно, у них тоже идут результаты, но намного медленнее, что можно получить за 2-3 месяца, полгода, иногда идут годами эти результаты. Это наши наблюдения как врачи. Здорово, на самом деле очень так отрадно, что возможно совмещать и традиционную медицину, которая тоже приносит на самом деле свои нам привычные, по крайней мере, обитателям результаты, и, конечно же, еще и учение Древа Жизни привносит свое такое очень важное положительное воздействие на нас, обыкновенных людей. Хотела спросить у вас, Райхан, а что Древо Жизни дало вам? Что мне дало Древо Жизни? То, что я сейчас на данный момент имею, это дало мне мое Древо Жизни. Я абсолютно здорова. помолодила. появляется вот эта вся работа в Древе Жизни. Каждый человек начинает менять себя, менять свое сознание, исцелять себя. Когда ты приходишь к этому на собственном опыте, соответственно, излучение того, что ты для себя принял и опыт тот твой, он отражается на твоих близких, на твоих родных, на твоем окружении, на твоих друзьях. Я могу сказать, что мои дети абсолютно здоровые, мои внуки абсолютно здоровые, которые растут без единой прививки. Вот это на данный момент я умею и могу сейчас помочь людям исцеляться. Но я, как вот мы все работаем, мы не берем ответственность за другого человека. Мы просто помогаем взять эту ответственность в свои руки за свое здоровье, за свою жизнь. Мы помогаем, мы являемся теми проводниками, теми учителями, которые помогают им в этом. И очень благодарна у меня тоже, я хоть не врач, но тем не менее, у меня тоже есть факты такие, что исцеление людей, люди благодарственны, то есть обследование до и после, и все это документально, это есть. Ну и в то же время базовый семинар проводения. У нас страна мусульманская, можно так сказать, основной житель страны, мусульмане. Ну это я говорю, что мусульмане, то есть это не национальность, казахи. Ну кто-то мусульманин, кто-то, в любом случае, вероисповедание, это свобода выбора, то есть каждый. И когда начинаешь с работы, у нас есть такая тонкость, когда мы начинаем работать с людьми, объяснять или базовую проводить. То есть есть такой пределом, религия. А вот Аллах, а вот не противоречит ли? И мы всегда говорим, что древо жизни, оно для всех, оно не в религии. Оно не имеет религиозного. Оно не имеет, да, религиозного такого назначения, то есть оно для всех. Как мы говорим, создатель один, творец один, имен у него много, как его не найти, но он один. 99 имен, из тех, как говорят. Поэтому, когда вот через, у нас еще вот такая, вот такой очень тонкий нюанс есть, когда мы начинаем объяснять людям. Древо жизни в Казахстане разрастается потихонечку. Благодаря, как говорится, вот Бакену, мне, и люди начинают слышать, мы проводим базовые семинары, проводим клубные занятия. Ну, сейчас народ, сознание людей просыпается к тому, чтобы понимать, что все-таки медицина сейчас в данном моменте в каком-то тупиковом состоянии, что она не всегда может помочь, и что нужно какие-то альтернативы находить. Ну, и получается, что приходит Дева жизни, где мы стараемся максимально дать человеку, то есть, чтобы человек в себе проснул все те знания, которые мы сейчас, каждый просыпает в себе, эти знания. Изначально создатель заложил норму здоровья, норму всего, эти знания каждому из нас. Сейчас это идет пробуждение этих знаний, проявляет мы эти знания. Ну, мы как тот свет. То есть, Аркадий Наумович Петров зажег, а вы несете дальше этот свет. Да, этот свет. Вам огромное спасибо. Очень такой насыщенный у нас, информативный получился разговор. Чуть-чуть можно добавить? Добавляйте. Да вот хотела, у Аркадия Наумовича есть школа волшебных знаний, есть такая сказка. Для самых маленьких. Да, для детей сказка. Она и для взрослых, потому что в изложении сказки излагается технология исцеления. То есть, слушая, можно даже не проделывая, происходит исцеление. И вот этот момент зарождения сказки я была сама свидетелем. Я участвовала в зарождении этой сказки. Когда мы пошли в планетарную школу, и у нас пришел мальчик, на тот момент 6 лет ему было, он перенес 7 операций на кишечник. Его отец пришел вместе с ним, обучался. И вот когда мы пошли в школу, вот этот мальчик Коля, который в сказке, это реальный мальчик, который включил регенерацию своего кишечника. Аркадий Наумович говорит, включаешь отсюда. Ну, поскольку это ребенок, сознание, это чисто еще. Он включил регенерацию с двух сторон. То есть, он с двух сторон пошел. Сейчас мальчик этот жив, здоров, успешен, как говорится, учится в школе. У него все нормально. Еще один положительный пример того, что древо жизни по-настоящему работает. Меняйте свою жизнь к лучшему и будьте здоровее. Это была Гостиная на телеканале АТВ. Не переключайтесь, мы обязательно скоро увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова